Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И спросил его, «Люди рассказывают о тебе самые разные истории. Продемонстрируй мне свою силу». Тогда Брюсли попросил его встать ровно. Они стояли около бассейна, где-то в трех метрах от него. И вот журналист стоит там, от него до бассейна три метра. Брюсли сказал ему, «Просто стой, не двигайся». Поднес свой кулак к его телу примерно за восемь сантиметров. Тот отлетел и упал в бассейн. Журналист, который весил восемьдесят четыре килограмма, отлетел и упал в бассейн от удара с расстояния в восемь сантиметров. Вот и все. Не то чтобы вот так. Так. И все. Потому что если вы используете манипураку, человек просто отлетает от вас. Манипураку может быть подвижной, но не стоит приводить ее в такое состояние. Некоторые люди, которые занимаются определенными видами боевых искусств, могут делать свою манипураку подвижной для демонстрации. В этом нет ничего хорошего. Тот, кто научился перемещать манипураку определенным образом, в целях демонстрации и так далее, такой человек долго не проживет. Я говорю это не только в отношении Брюса Ли, поскольку сейчас, когда он мертв, это легко сказать. Не в этом смысле. Сами того не зная, люди показывают подобное в фильмах. Есть йогины, которые перемещают свою манипураку. Такие люди никогда не передвигаются физически. Они сидят на одном месте. Когда двигается ваш центр жизнеобеспечения, вы не перемещаете свое физическое тело. Вы сидите на одном месте. Кажется, в некоторых фильмах о боевых искусствах это было показано, хотя создатели, возможно, об этом и не подозревали. Сидит какой-нибудь старик, перед ним падает человек, но тот просто сидит не двигаясь. Видели такое? Это потому, что тот, кто двигает свою манипураку, не должен перемещать свое тело. Если он будет перемещать свое тело, долго он не протянет. Он умрет. Субтитры создавал DimaTorzok